16 марта 2014 года в Крыму прошел исторический референдум. Жители занимали очередь к избирательным участкам задолго до их открытия. За ходом голосования следили 135 наблюдателей, в том числе иностранных. И хотя итоги выборов ни у кого не вызывали сомнений, цифры удивили всех. Более 96% крымчан высказались за воссоединение с Россией. 18 марта Владимиром Путиным подписан договор о принятии Крыма в состав РФ. Эти события кардинально изменили наш мир. В первую очередь это чувствуют как раз люди вдохновленные, творческие, которые выражаются в разных формах, начиная от музыки, заканчивая художественными промыслами и даже граффити, которые сейчас неотъемлемая часть нашей культуры. Каждая годовщина возвращения Крыма домой празднуется торжественно и творчески. В Московской области мероприятия, посвященные историческому событию, пройдут в течение нескольких дней. Флэшмоб в аэропорту Домодедово, пожалуй, стал одним из самых ярких. Песню «Севастопольский вальс» сыграл Одинцовский оркестр «Подмосковный вечеран», а исполнил солист Московского театра опереты Леонид Бахталин. Не поучаствовать в этой акции просто невозможно. Это радость, это счастье. Я хочу сказать, что формат выбранной общественной палаты для данного мероприятия неординарен, необычен для акции политической и социальной направленности. Кроме того, фасады домов Волоколамские и Щелково украсят картины уличных художников Владислава Подопригора из Крыма и Азии Кокорузы из США, которые своими работами хотят донести до жителей сила человечества, независимо от гражданства и государственных границ в объединении. И творчество как нельзя лучше может способствовать этому. Своими коллегами